Вот такой сильный цвет. Не нужно сильно нажимать. Смотри, у тебя что темнее. Вот эта часть тебе глазница. А как ты сделаешь более темную глазницу? Ты использовал всю силу карандаша. Сдерживайтесь, не надо пачкать бумагу зря. Усилить штриховку всегда можно. Ослабить, собственно, ластиком тоже можно, но почти наверняка будет грязь. Я бы вот на этом участке, вдоль линии, вот эту площадочку видел бы большую силу. Вот видите, вот что это. Очень удачно. Хорошо. Техники совершенно не терпят суеты, спешки, неаккуратности. Медленно, друнчиво, аккуратненько. Посмотрите, классическая жирка. Вот у вас линия, и видите, у вас получилась тонкая-тонкая светлая линия между заливкой и контуром. Все, ничего не уходит. Убрать обязательно. Так и только так. Вот. Когда вы оставляете такую светлую линию, наш глаз воспринимает вот такую вещь. Контурная линия, светлая полосочка, а дальше тень. Одним единственным образом, что здесь проходит острое ребро. А там никакого ребра нет. Ну, посмотрите, как любое ребро выглядит. С этой стороны тень, выше него теневая полоса, а само ребро какого цвета? Тень. Все вашего глаза вам скажет. В этом месте вообще острие какое-то торчит. А там никакого острия нет. И вовсе не обязательно заливкой скрывать весь человек. Это понятно? Это прием, который позволяет отделить, зрительно отделить, одни части рисунка от других. А вот теперь смотрите. Имеет смысл эту линию сделать более яркой. Вот так. И вот в этом месте как раз. Ребро проходит или не проходит? Проходит. Проходит. Как показать? А тоненькую полосочку заливки вот так над линией. И все, и у вас сразу возникнет ребро. Хорошо. Ну вот видите, у вас рисунок совершенно другого качества. Если сравнивать с первым вашим, да, у вас существенно более качественный. Поставьте ему зубы теперь, а то он пока у вас бедный без зуба. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В этом месте проходит достаточно острое ребро. Как показывать будем. С двух сторон должен быть достаточно темный фон. жёсткая отчётливая линия границы ребра и вот с этой стороны вот видите я светлую полосочку и вот здесь вот обязательно вот эта вот темная область показать и посмотрите что ещё сделаем во-первых вот этот бы сектор вот посмотрите небольшую полоску здесь делу ощущение объемности верхней челюсти возросло да и теперь конечно по коронкам зубов ну посмотрите зубы при этом получается вот давайте все зубы так вот здесь бы я более ярко более определённо так как вы не показали вот этот вот давайте ка швы во всяком случае лицевую часть поставить коль ну вот я не знаю что с тобой дело но я же тебе уже несколько рассказывал не надо так ярко ну вот дальше на этом поле можно ли показать какие-нибудь детали ну ты использовал всю сему карандаш ну всё он карандаш ничего другого тебе дать просто не может вообще мне на самом деле досадно потому что начало у тебя было очень хорошее ну вот так вот попробуем пластик чистить умеешь вот что называется очистка ластика понимаешь вот поработал и вот так опарту поработал чистить пластик обязательно потому что если его не чистить он начинает не стирать и размазывать грифи ну а второго попробую вот вот это вот безобразие всё-таки убрать ну потому что нельзя такая хорошая работа была вот во всяком случае вот это вот пол ну я бы и вот этот вот участок вне глазницы тоже убрал подойди посмотри как остальные ребята работают подойди посмотри вон лежат образцовая работа вот эти специально же выложены в качестве образцов вот посмотри где-нибудь так много карандаша как ты используешь используешь это в двух местах а все остальное надо а ты на свою работу посмотри вот до этих частей бы просто не добрался если бы я тебя не остановил то они бы оказывались стоять у него есть на что посмотреть вот очень очень хорошо в таком состоянии и остались доделывать будем дальше а на будущее дальше мы после заведения еще с теневыми рисунками будем работать во-первых начинать всегда с самого темного участка и во вторых даже самый темный не этот самый темный внутри глазницы вот здесь носовой вырезки если ты вот это серое пятно сделал самым темным ты никогда не сделаешь носовой вырезку понимаешь даже не спеша обнимательно посмотреть где на самом деле самый темный участок начинать с него и даже на этом участке не в полную силу нажимать на карандаш ну вот сейчас ты соглашаешься на чьи-нибудь теневой рисунок я уверен но я уже твой такой особенный сна буду стоять рядом и тебя одергивать вот ну потому что ну жалко усилий так все вы знаете я бы на этом этапе просто завершил для первой пробки техники очень хорошо то же самое не надо вот сейчас в спешке что-нибудь доделывать и портить так вот единственное я бы вот здесь линия дал существенно жёстче это важный кусочек для завершения скуловой дуги так и штриховочку бы здесь усилила и вот на этом бы эту часть работы я завершил вот так яка преместь вас можно поздравить первый раз пробуйте в этой технике вполне получается видишь более светлая дуга с расстояния он видел да ну потому что сразу сразу портит ощущение и вот эту вот зону рядом с контуром тоже усилить ну все